Сегодня я расскажу про 4 необычных растения, которые могут расти и в Крыму, и в условиях Московской области. Номер 1 в моем списке это скумпия кожевенная. Декоративный кустарник. Высоту он достигает от 1,5 до 3 метров и имеет очень красивую и листву, и очень красивые цветы. Посмотрите, метелки, когда скумпия цветет, необыкновенно красивые. Они как будто пух обволакивает буквально весь кустарник. Зимует в условиях Крыма без проблем. В условиях Московской области зелено-листные скумпии, сорта с зеленым цветом листвы, зимуют лучше. Краснолистные формы, такие как, допустим, Royal Purple, зимуют не очень хорошо, но они очень хорошо восстанавливаются и впоследствии очень хорошо отрастают. Рекомендую для одиночных посадок это растение. Номер 2 это Робиния или Лжеакация. Родина этого растения Северная Америка. И у нас в условиях Крыма оно также может расти абсолютно без проблем. Выдерживает низкую температуру заморозки до минус 30 градусов. И в условиях Московской области также может расти. Есть зелено-листные сорта, есть очень красивые желто-листные формы, красно-листные формы. Растение необыкновенно красивое. И это дерево высотой порядка 30 метров, поэтому сажать его нужно на каких-то больших участках. И можно использовать как солитер, то есть как единичное растение, делающее какой-то акцент на участке. Лириодендрон или тюльпановое дерево. Назван так, потому что когда цветки появляются на растении, они очень похожи на цветок тюльпана. Дерево высотой до 50 метров. Очень необычные листва у него. И может это растение выдерживать заморозки до минус 40 градусов. Номер 4. Последнее в списке, но не последнее по красоте. Это катальпа. Огромное дерево высотой достигать может до 30 метров. Красивейшие листва. Огромные, просто огромные листья. В диаметре могут быть до 50 и даже больше сантиметров. Прекрасно цветет. Очень ароматный запах у нее. И даже в условиях Московской области это растение может чувствовать себя хорошо. Иногда оно подмерзает. Даже скорее оно подмерзает очень часто. Но в Московской области можно выращивать его в виде травянистого многолетника. Оно отрастает, дает в год прирост до полутора, а иногда даже до двух метров. Сажайте эти растения. Не бойтесь экспериментировать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И до встречи.